Арестович сегодня с утра заявил, что российские вооруженные силы могут отрезать Лисичанск и Северодонецк от подконтрольной украинской территории после взятия села Метелкино. Но надо сказать, что наши воины сражаются очень, как только можно, держатся. И мы изо всех сил верим, что не будет окружения, что все будет нормально. Поэтому сегодня, конечно, все глаза прикованы к тому, что происходит в Харькове, к тому, что происходит в Донецке и, конечно же, к южному направлению. Поэтому я знаю, что вы не военный эксперт, но если вы хотите сказать буквально два слова по тому, потом перейдем к международным делам, к тому, что происходит на фронте. И как вы видите сегодня это, то пожалуйста. Так это не надо быть военным экспертом, чтобы понимать, насколько это прямо и в первую очередь связано с нашими международными делами. И прежде всего с объемом и скоростью поставок вооружения в Украину, прежде всего от Соединенных Штатов. Мы же в тысячный раз возвращаемся к этой теме. Конечно, Украина всеми благодарна Соединенным Штатам и Западу за помощь в вооружениях, в подготовке. Но все это нужно было делать быстрее и больше, быстрее и больше. Об этом, собственно, кричит сражающаяся Украина. Она не просит благотворительности. Украина, защищая свою свободу, суверенитет, она выполняет роль щита, защищает Запад от экспансии этой Орды. И это очень хорошо понимают ближайшие наши соседи. Польша, Литва, Латвия, Эстония, Румыния. Но это плохо понимают в Старой Европе. Ну, мы с вами уже поговорили, по-моему, успели в предыдущей передаче о провале миссии трех, которые хотели навязать в Украине капитуленский, итальянский план. Вот, это прекрасно понимает Великобритания. Борис Джонсон фактически играет сейчас роль такого лидера свободного мира, мобилизирующего поддержку. Это понимают такие выдающиеся друзья в Украине, в Вашингтоне, как министр обороны Остин и госсекретарь Блинкель. Но мы же знаем, что существует и группировка внутри администрации, и широкое такое течение так называемых реал-политишен и зеленистов, которые пытаются саботировать. В результате все-таки помощь поступает не в том масштабе и не так скоро. Продолжение следует...